Дмитрий Мамин и Сибиря Русский писатель, автор романа «Приваловские миллионы». Советский разведчик Михаил Батурин, он много сделал, чтобы нейтральная Турция не начала войны во Вторую мировую. В этот день, 6 ноября 1930 года, был запущен московский автосборочный завод имени Ким, переименованный в «Маскевич». 6 ноября 1932 года завод «Динамо» выпустил первый советский электровоз. 6 ноября 1991 года указом Бориса Ельцина была прекращена деятельность КПСС и Компартии РСВСР, а их имущество национализировано. Однако спустя год запрет на партию был снят. 6 ноября 1982 года началась самая длительная полярная экспедиция газеты «Советская Россия». Как многие научные космические и спортивные достижения, арктическая экспедиция газеты «Советская Россия» была приурочена к 65-летию Октябрьской революции. Но это только увеличило резонанс воздействия на прильнувшую к экранам телевизора и радиоприомникам аудиторию. Наша экспедиция в первую очередь обращена к молодежи, к тем, кто стоит на пороге выбора жизненного пути. Экспедиция должна лишний раз показать этим ребятам, что человек сам хозяин своей судьбы. От того, какую он поставит в жизни цель, насколько она высока, настолько интересна, будет его дальнейшая судьба. «Я для себя сделал вывод, что наши представления о возможностях человеческого организма несколько сужены, и наука еще не раз будет удивляться, раздвигая представления о предельных возможностях человека». Так делился своими идеями в интервью один из шестерых участников ледового эксперимента, врач Владимир Рыбин. Со словами Рыбина перекликалась общая цель всей команды – изучение состояния человеческого организма в условиях длительного физического и нервного перенапряжения, обусловленного длительным экстремальным переходом. В этой связи установка начальника организационного комитета и арктического исследователя Ивана Папанина звучала по-советски строго и торжественно. «Мы просто обязаны терпеливым, мужественным и хозяйским взглядом окинуть побережье. Это ведь северный порог нашего дома. Ваша главная задача – выжить. И если при этом вам удастся пройти хотя бы половину маршрута, это будет уже научный подвиг», – добавил академик Сергей Иванцовский. Все организаторы прекрасно понимали, что пройти 10 тысяч километров от чукотского поселка Уэлен до города Мурманска для неподготовленных людей будет нелегко. Тем более, что из всей экспедиции только один человек, Филипп Ардеев, был умелым каюром, то есть мастером езды на собаках. Остальные участники стали заправскими ездоками в течение ледникового периода. Собаки – животные, ласковые, очень терпимые. Стараешься почистить им лапки, когда они забиты снегом, погладить вечером после рабочего дня, дать кусок получше, – так рассказывал Юрий Борисихин. «Иногда буквально тащили собак на себе, лишь бы доказать невозможное осуществимо», – вспоминал руководитель экспедиции Сергей Соловьев. «Полярники отказались от значительной части груза, включая еду, начав питаться одинаковой едой с собаками, китовым и моржовым мясом, рыбой, нерпичьим жиром. Оставили палатки, решив довольствоваться сном на снегу. От смертельного переохлаждения спасала добротная оленья ненецкая одежда. Хотя погода только препятствовала успеху. Опускаясь до минус 50, задуваясь сильным ветром и снегом, полярная ночь из 8 месяцев экспедиции длилась 3 месяца. Если поначалу вместо положенных 40 километров путешественники проходили лишь четверть, то потом преодолевали отметку и 80 километров. Находиться с одними и теми же людьми вместе длительное время оказалось самым, наверное, тяжелым. Рядом никого. Вы из-за чего-то поругались. Он не так сказал, ты не так понял. А никуда не денешься. В радиусе сотни километров ни одной живой души. И нужно держаться вместе, несмотря ни на что держит общая идея. Говорят, если чего-то страстно желаешь, Бог даст все необходимое для достижения. Вспоминал Соловьев. Тем радостнее было всей экспедиции встретиться с Папаниным на финишном рубеже в Мурманске. Мы арктические братья, ваши дети. И в шутку, и всерьез сказали Папанину победители, ставшие настоящими полярными медведями. И в очередной раз доказав, что для человека в мире нет ничего невозможного.